попробуем немножко вот здесь вот согнуто да попробуем немножко разогнуть потянет потянет не потянет не потянет еще момент активный такой что может вырывать краску этот элемент делан и крашеный уже так как бы может в элементе это самое взлететься краска и все и на этом закончим но интересно попробовать вот и попробую получится получится не получится хер с ним все равно получится все равно сделаю попробуем представил я грибочек сейчас чуть он замерзнет тут посмотрю получится продолжается эпопея с фольфом вот с этим вот тут мы купили вот такой вот а без шумки она честно говоря мне немножко как бы не нравится несколько она скажем слабовато вот та которая шла с фольгой было пожестче тут вот пленка со стороны и вот клейкой в сторонах тоже покрыта такой вот пленочкой для чего это сделано непонятно надо того чтобы они не склеивали вот я думаю что так потому что она там клейка особо в сторонах получается ну и чтобы сделать чуть я вот нахлёст и как бы делаю с перехлёст ну это видно туда вот и а как жестче получится на крыше почему потому если наклеены вот эти резинки здесь это наклеено там одно место вот только впереди видно я уже заклеил вот местах были приклеены такие как многослойные панели они давали поле жесткость крыши поэтому дабы немножко пожестче сделать я вот так бег и потом еще как бы один слой для этого была она собственно и на один листик больше получается вот еще два листа у нас осталось и вот тут листик у нас еще листик я распущу там кусочек и тут силе и потом вторым номером по я покажу чего тоже такая шумка не шумка вибра не вибра утепляющий такой идет потому что это это вибро шумопоглотитель вот эти маты тот как бы по теплу работает вот такой запитер у нас получается самодельный но что делать заколош уже не восстановишь а его раз сорвал уже назад его не приклеишь поэтому вот таким образом приходится выкручиваться вот получается слышно не звенит раньше стучишь она звенела так что все в порядке спасибо зарядке вот он наш потолок вот как я уже говорил куда здесь перехлёме чтобы жесткости побольше дать вот ну и благодаря тому что чуть больше было взято вот капот тоже самое чуть-чуть наклеили мы дальше что мы берем и будем второй слой законопачивать вот так вот получился наш капотик на него может тоже хватило ну что же вот наш фольфик многострадальный все тут сделали законопатил потолок уже вторым так сказать второе бесшумкой дело не в этом теперь хочу немножко попробовать по грязь маски понятно что тут спотером надо дергать все ну хочу попробовать немножко что-то где-то застучать что-то где-то клеем подергать просто посмотреть как оно будет понятно что тут нужен вот такой вот аппарат спотер вот такие молотки всякие монтажки и прочее 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 вот нужно все это потом вот такие вот есть губки ну и другие тут у меня мелочевка натягивать тянуть греть и потихоньку расслаблять ну тем не менее вот то что мелочи можно тут под я хочу подправить где крючочками где подправить вот видно где можно тем как говорится можно без покраской подправить вот эти вещи попробую вот ясно что это как бы учебно-тренировать момент чисто попробовать что получится один вариант как говорится тут неизбежный тут будет рихтовка потягушечки в общем все будет тут решили все таки хотя и крыло есть новое но решили и делать это потому что все равно выгибать это надо на место перед заменой все выгинать надо так как должно быть примерять а потом меня ну и смысл решили сделать так значит так и будет рихтоваться и делался все родное ну вот она рихтовка удалась здесь вот здесь пробил правда упертый металл в складку пришлось в наглую забивать металлическим пробойником просто-напросто его все равно хочешь и не жалей теперь надо здесь вот чуть-чуть прослабить и так вот как говорится потихоньку потихоньку помаленьку понятно что тут придется тянуть сюда чтобы это ушло плюс тут еще осложняется тут отселитель от крючка железка вот где-то настолько по радиусу идет так что будет не так то легко и просто но тем не менее помочь развернуть что-то можно вот они складки попробую сейчас вот здесь чуть-чуть приподнять здесь вот эту складку разровнять здесь надо как бы вот это поднять то забить это поднять и вот здесь тоже опять же я повторяю я понимаю что все это как бы глупости чем я занимаюсь но хочет попробовать возможности клеевой пистолет вот он включился сейчас он в режим попробуем потаскаться обратным точкам подергаться пойдет пойдет не пойдет да и хрен с ним это просто учебно-тренировочный как бы момент попытаться я дырок даже не сверлил сейчас можно конечно там где-то в таких местах засунуть крючочек им поработать я уверен что вот это вот это она все по выходит вот проблем нет ну просто интересно все то что неизвестно как свои песенки посмотрим что-то получается вот здесь допустим я забил здесь тоже под забил вот здесь чуть забить здесь вот этот ребро пока вот это вот сюда не потянем и не развяжем тут естественно его не разобьешь красиво так же как и здесь вот в этом но тем не менее что-то получается вот немного не радовать углубляется все тем что эта деталь уже деланная крашеная вот это все видно здесь и здесь вот толщина тут присутствует не понятно что как бы в нормальных условиях это не делается здесь сейчас надо вот так все ободрать брат споттер и делать но опять же перед этим вытянуть вот это все померить попри по бамперу это просто баловство вот такая карусель у нас получается сейчас попробую вот здесь она дышит хотя здесь я прекрасно понимаю здесь жесткость и попробую ну и вот эту замятинку здесь вот видим в лампе отраженка тут вот такой вот тут уступа тут шишка надулась попробую не получишь споттер есть так сказать проблем нету все это выводится споттером очень даже хорошо вот первый результат вот здесь и здесь вот на вот этих двух местах прям дергается и видно прям дышит здесь очень скучно чуть-чуть но в принципе тут чуть и надо а здесь вообще никак как было так и осталось вот этот заломчик он дышит и вот этот заломчик он дышит его в принципе чуть-чуть вот так приподнимать так что это плохо как я сначала думал вот смех смехом а вот здесь вот выдернулась здесь вот видно повыдергивалась то есть здесь понятно вот приклеился с мясом выдралась их повреждениях клеевая не работает вот здесь здесь подергался чуть-чуть чуть-чуть по чуть идет то есть в общем то если пчется опять же здесь пару дырочек где-то сделать установить крючочек крючок клеевая пробойник уже чё-то можно тут говорится шевельнуть в нужную сторону так что не все так печально как бывает первоначально ну что же эпопея к финишу подошла вот вместо вот это битая здесь было разбито красит крыло в стык немножечко конечно красочка скаток вот паси поры по кантику немножечко крыка получилось на мой взгляд зеленей на здоровье страны полючку подбирали полючку как бы все хорошо машинка конечно на тут слегка было пашина там 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 а я мин в общем чуть ли не в круг поэтому тесно может и отличаться подбирали то вот почем они будут почем ну а тут она вся чуть разная была так что деваться некуда вот либо все ее красить но это ладно в общем вот как бы все тут аккуратно получит нормально я считаю для такого сложного ремонта неплохо зазорчики тут все подведено вот все хорошо так ну и стоит типа собрал салон все на место по посту езде вот кое-где как говорится есть там нюансы как вот вот это еще и до разборки было видно что там 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 позаляпано вот но что делать сейчас ставим вот личные вещи отходы остатки битые тут фонари не фонари это нам оно не надо и говорится счастливый путь вот вот такие вот приготовления резиночка чуть тут не села чуть-чуть ну тинка пока валялась тут ее нянчили туда-сюда чуть под растянули вид и она не хочет садиться на свои места тут капризничать а тут же одна сюда садится вот другая садится но ничего похлопается багажником чуть-чуть вот она свое место возьмет при лежит где-то она как говорится сложится где-то она подальца ну то есть возьмем возьмет свое место вот и все будет нам потому что вот здесь вот она вот опять же все норм и тут и тут тут чуть не садится почему я туда она не хочет почему-то ладно захочет вот и все на этом ну